Сегодня мы начинаем наш, возобновляем, вернее, наш цикл открытых семинаров. Первый открытый семинар в этом году. И мы рады представить от Центра НСПО, сотрудника Центра Независимых Социологических Исследований в Европе, который будет сегодня говорить, делать докладную тему переопределения моральной границы сексуализированного гражданства после республики. Спасибо. Спасибо. Ну, я, если бы вы как-то откуда-то показали, и, может быть, у нас тормозит, спишем это на срокоградский налог, что пока что дается даже просто. И, тем не менее, я очень рад. И, в принципе, выступать здесь, и еще и, вот как объявили быть первым в этом году, совсем прекрасным. Но, наверное, самое главное, наверное, это все тем, действительно, адресовать какие-то проблемы, которые я хочу посвятить именно сотрудникам Центра сравнительных исторических, сравнительных исторических и политических исследований и людям, которые интересуются данной тематикой. Потому что ту работу, которую я хочу вам представить, она имеет в себе как исторические, так и политические какие-то сюжеты. И задачи, которые мне хочется решить, в том числе, может быть, с вашей помощью, это посмотреть, как разные дисциплины, разные подходы к проблеме, которые я лежал по этому вопросу, как все эти дисциплины и подходы можно совмещать в рамках одного исследования. Но это будет учесть, что я не историк, и политолог, но социолог. Поэтому, может быть, мой исторический взгляд на поверхности, политологический взгляд на площадь. Посмотрите. Я надеюсь, что на вас не повлиял этот церковь взаимороз. Вы все-таки мне, может быть, расскажете, что же следует исправить, как следует провернуть исследование. Исследование, которое я вам представляю, базируется на достаточно крупной, на мой взгляд, эмпирической работе. То есть это несколько взаимосвязанных уровней. Исследование анализа довольно-таки, ну, на мой взгляд, всеобъемлюще, охватывающую проблему гомосексуальности. Которая сегодня, ну, довольно-таки популярна, мне кажется, в нашей стране. А хотя, когда я начинал это исследование, когда я вообще начал заниматься этой темой, это произошло достаточно давно, там 5-6 лет назад, никто об этом не говорил. И, в принципе, вопросы сексуальности, и уж тем более гомосексуальности, были покрыты завесами тайны. Сегодня это не так. И я даже не знаю, хорошо это или нет. Так или иначе, то, что я пытался в этой работе сделать, это совместить вот эти уровни анализа. Это, то есть, формальный уровень, при котором исследуются какие-то законы, правительственные программы, очень традиционные документы. И уровень принципициональных практик, то есть, применение этих законов и той или иной политики в регулированных граждан, ну, соответственно, органов и бюрократии, которые имеются в данном случае в нашей стране. Законы — это в основном полиция и суды, а политика педагогии правительственной структуры. Но интереснее было посмотреть, как политика и законы все-таки преломляются в деятельности повсемерной граждан страны, так или иначе, подпадающих под действия законов и политик, в данном случае, о бомосексуальности. Соответственно, в рамках этого исследования я собирал интервью с людьми, которые в тех или иных обстоятельствах позиционируют себя как бомосексуалы. В основном я рекрутировал информантов через сеть знакомств. Если мужчина, например, ставил в своей анкете то, что он ищет другого мужчину, он попадал в эту категорию, которую я хотел прообразить. Но иногда получалось так, что на самом деле этот мужчина искал друга для того, чтобы съездить на рыбалку, и он истинно не понимал, что это не хочет. И материальные изменения, которые происходили на протяжении того периода, который я рассматриваю, это с 17-го года, в настоящее время, тоже подпали в фокус этого исследования. То есть одно дело, это Россия 20-х годов, и другое дело, это хрущевки, появляющиеся в 60-е годы, или современная ситуация, где приватного пространства становится больше, города меняются, и это тоже пытался учесть. При этом все это осмысляется через парадигму социальной теории гражданства, то есть социологической теории, но я уверен, что и в политологии эта теория также весьма популярна. Я не буду остановиться на ней очень подробно, но примерно следует понимать, пожалуй, что современные теоретики гражданства пытаются показать, что наша практика, наша повседневность, наши действия как граждан могут быть разными. Они могут быть пассивными, то есть мы можем просто воспринимать то, что нам спускается сверху при помощи законов и программ, и, в общем-то, выполнять предписания государственной бюрократии. это может быть активное гражданство, то есть когда мы при помощи, опять же, заранее подготовленных механизмов реализуем свое гражданское право. Например, голосуем на выборах за какую-то партию, которая нам ближе по духу, и тем самым высказываем свою гражданскую позицию. Но в последнее время в этой теории сделано очень важное дополнение, и эта теория обогащена знанием об активистском гражданстве. Гражданстве такого сорта, когда человек не просто высказывает свою позицию при помощи голоса или каких-либо других заранее подготовленных институциональных механизмов, но сам создаёт эти механизмы, например, объединяясь с другими людьми и требуя на улицах городов выполнения своих желаний и прав от существующего правительства, либо требуя смены этого правительства. И в этом смысле гражданство активистское предполагает активный субъект, способный сформулировать свою позицию и изменить конфигурацию гражданства, от которого зависит в том числе права и обязанности этого гражданина. Но дело осложняется тем, что гражданство — это не просто отношение между государственной бюрократией и гражданином, который идёт в бюрократию не поле. В этом поле действуют ещё и другие субъекты, другие институты. Ну вот, в данном случае, в этой весёлой схеме я представил несколько из них, на которых в основном компенсируются исследования. Это рынок, который тоже имеет очень серьёзное отношение к тому, как мы ведём себя как граждане. И говоря о 90-х постсоветских годах, постсоветском периоде, мы это увидим эмпирически, как при помощи рынка наша экспрессия гражданства, наши действия по поводу гражданства становятся отличными от тех, которые были в советское время. И более того, в этих действиях государственная бюрократия и государственная договора может вообще не участвовать. Это и публичность, когда мы действуем в вот этом активистском ключе как граждане, но, может быть, наши требования игнорируются существующим правительством, существующей государственной бюрократии, или на них реагируют какие-то другие арты, другие институты. Так или иначе, эти разные сферы формируют своих граждан, своих субъектов гражданства. И об этом я тоже расскажу уже на эмпирическом материале. Но все они вместе вступают в некие переговоры, формирующие некий единый индивид. И каждый из нас, наверное, этим индивидом, гражданином и является. То есть этот субъект, он продукт переговоров от различных институтов, не только государства, но также, в данном случае, рынка и публичной политики вне государственного типа. И эти переговоры могут... Этот субъект может в разной степени формироваться как одним из этих институтов, так и другим, так и различными конфигурациями. Поэтому речь пойдет именно о конфигурациях различных дискурсов этих институтов. Более того, схема наша еще больше усложняется тем, что речь все-таки пойдет о сексуализированном гражданстве, то есть тех правах и обязанностях гражданином, той практике тех институтов, которые связаны с сексуальностью человека. Ну, вот исследователи отмечают, что гражданский статус очень часто на протяжении всей истории изменяется в зависимости от того, какое положение занимает сексуальность в этой нашей конфигурации гражданства. И очень часто получается так, что гражданский субъект, гражданство человека подвергается сомнению из-за того, что этот человек относится к богосексуалу. Называется это вот ветросексуальным гражданством, когда привилегии выдаются в зависимости от того, позиционирует себя человек как ветросексуал или нет. И политики, за исключением каких-то последних, может быть, последнего десятилетия, во всех странах пытались воссоздать моральные границы гражданства таким образом, чтобы никакие ответвляющиеся от гетеросексуальности субъекты не получали никаких общегражданских прав. Можно об этом подробнее почитать у автора, который здесь цитируется. Из тех документов, тех исследований вторичной литературы, которую мне приходилось прочитать в рамках подготовки исследований, я очень примерно пытался здесь представить, какие же характеристики у этого гетеронормативного, гетеросексуализированного гражданства. И более или менее вот небольшой такой списочек можно, я думаю, с твердостью репродуцировать. И, наверное, вот сейчас, когда дискуссия вокруг гомосексуальности в России достаточно серьезно развернулась, каждый из вас может найти примеры вот этих характеристик в существующих репрезентациях медиа, например, или в какой-то частной жизни, если вы сталкиваетесь с этим феноменом. Поэтому я не буду останавливаться подробнее, а расскажу немножко о вот этой исторической перспективе исследования, которая, мне кажется, достаточно интересной. Прежде всего, ну, наверное, достаточно важно не воспринимать советский период, даже в сфере гомосексуальности, как некий такой единый, неделимый, всегда одинаковый отрезок времени и одинаково репрессивно относящийся к гомосексуальности. На самом деле, вот как минимум три различных периода советского времени выделяют исследователи, в частности, Елена Здравомысова в данном случае. И это революционный режим, режим замалчивания, режим революции. Ну, а также вот то, о чем я здесь буду, в частности, говорить, это постсоветский режим гражданства, который значительно отличается от всех этих трех. И большой вопрос в том, находимся ли мы сейчас в каком-то еще одном новом периоде, поскольку существует некое ощущение того, что в двухтысячные годы государство несколько поменялось, несколько репрессивнее стало относиться к теме гомосексуальности в том числе. В чем принципиальная разница этих режимов? Ну, прежде всего, революционный режим — это режим такой пролетарской романтики, что ли, когда большевики, пришедшие к власти, несколько романтизируют рабочий класс. Вот одна из цитат Калантай об этом особенно ярко свидетельствует. Она считает, что рабочий класс обладает неким иммунитным свойством по отношению к сексуальности, что его, рабочего класса сексуальность, она, ну вот, она свободна, основана на чувстве товарищества, и что именно эта сексуальность, начиная с семнадцатого года, сможет распространиться на всю территорию Советского Союза, в котором и мира, и принесет всем счастье и добро. И действительно, в этот период, в основном двадцатые годы, законодательство СССР в отношении гомосексуальности и сексуальности вообще меняется достаточно кардинальным образом. В Российской империи гомосексуальность была уголовным преступлением, можно было попасть в различные периоды существования империи в разные передвиги в связи с этим, например, отправиться в Сибирь, лишиться собственности и так далее. Но на территории РСКСР в семнадцатом году эта статья в Головном кодексе была отменена. И более того, представители Советского Государства Нового на международных конференциях позиционировали этот шаг как вполне осознанный шаг в рамках новой сексуальной революции, совершающейся параллельно с социальной революцией. Сексуальное равенство и сексуальная свобода были лозунгами нового правительства, которое внедряло эту политику на территории всей страны. Происходят исследования в области сексуальности, о которых я чуть-чуть упомянул, чуть позже. С другой стороны, меняется очень сильно конфигурация жизни граждан. Их, ну, прежде всего, материальное основание этой жизни. Происходит организация, которую исследователи того времени называют, наоборот, рурализацией городов скорее. А институты государства, они не всегда успевают за правовыми реформами. В частности, в Ленинграде того времени происходит несколько судов над гомосексуалами, которые не обвиняются больше гомосексуальностью, собственно, а обвиняются на этот раз в организации контрреволюционной деятельности в сговоре против советского правительства. Так или иначе, гомосексуальность видится как частью гуржуазного сознания. Поэтому на уровне институциональной практики все равно несколько подозрительно к ней относятся чиновники и судьи. В том, что касается исследований того времени, можно найти данные о том, как гомосексуальность осуществлялась на практике. И, в частности, Игорь Клон цитирует некоторые из этих исследований 20-х годов. Выясняется, что, по крайней мере, советские студенты в 20-е годы неохотно признают за собой какую-то гомосексуальную практику. Но достаточно большой их процент при этом достаточно спокойно признает сексуальные контакты с животными. Это странно. С нашей современной позиции, может быть, было бы наоборот. Если произошло что-то не с той или иной области, наверное, если уж признаваться, то признаться скорее в гомосексуальность, чем в животных. Но это не так. Исследователи относят это к тому, что сексуальный контакт в традиционной России очевидно и четко позиционировался как акт власти. И если человек, например, на данном случае студент, состоял в сексуальной связи с мужчиной в роли пассивного партюра, то власть в этом акте осуществилась над ним. И, соответственно, он не хотел признавать не сам сексуальный акт, а то, что над ним была осуществлена власть. В то время как, если этот же студент, например, состоял в сексуальных отношениях с животным, то все было наоборот. Он осуществлял власть над животным, и потому признать ему это было значительно легче. Это отражает то, что традиционное сознание новых студентов, новых горожан советской эпохи до сих пор превалировало. И в этом традиционном сознании гомосексуальность однозначно не понималась как нечто, как мы сейчас понимаем, как неотношение к власти. В 30-е годы все очень сильно меняется. Государство консолидирует властные ресурсы в своих руках по всем, по многим, по крайней мере, параметрам во многих областях. Закрываются партийные ячейки на местах, реконфигурация партии происходит. Ну и вводятся достаточно жесткие законы по тем направлениям, которые в 20-е годы были освобождены, эмансипированы или либерализированы. Это касается в том числе и гомосексуальности. В 1934-1933-1934 годы. Это введение статьи уголовной обратно за так называемое мужемолжство. Исследования прекращены некоторые по каким-то прямым указаниям, но чаще всего в связи с самоцензурой, которая потихоньку начинает процветать. Происходят массовые аресты гомосексуалов. Достаточно в середине 30-х есть достаточно не очень большой, но серьезный массив пропагандистской статей в прессе по поводу гомосексуальности, где она отождествляется с фашизмом, с буржуазией, и тем самым вводится как бы новый режим гражданства, сексуализированного гражданства. Это режим, называющийся вот таким замалчиванием этой темы. Тема сексуальных отношений вообще, гомосексуальных отношений в частности, не должна подниматься в официальном дискурсе. После статьи Горького на эту тему фактически больше ничего не публикуется. Из советской энциклопедии убирается статья, которая описывала гомосексуальность как вариант сексуальной нормы, и введена статья о гомосексуальности как о уголовном преступлении. Позже она будет добавлена, добавлена будет еще одна статья о гомосексуальности как о психическом расстройстве. Но что происходит на уровне картинок? Практически, конечно, известно об этом периоде очень мало, тем более такой териф. И тем не менее, есть очень важный аргумент, на мой взгляд, очень важный аргумент, который свидетельствует о том, что государственное давление просто переводит некоторые практики в новый режим существования. Публичные городские пространства становятся теми местами, где реализуется различная субкультурная практика, связанная с гомосексуальностью. И эти пространства существуют параллельно с этой официальной реальностью. В этих пространствах и политическая жизнь гомосексуала, и сексуальная, и просто частная полуприватная жизнь их протекает. Здесь не существует государство и его запретов. Очень интересно, что этой темой заинтересовался Евгений Фикс, художник из Нью-Йорка, который запечатлел пространства, в которых в советский период собирались гомосексуалы на протяжении всей истории существования СССР. Это Москва, и это места, как вы понимаете, публичного доступа. То есть общественные места совершенно не ограничены ничем. И именно здесь, несмотря на все запреты, собираются советские гей-визберянки. Интересны эти фотографии еще и тем, что на них нет людей. Но художник объясняет это достаточно оригинально. На самом деле эти люди там есть, просто мы их не видим. Вот здесь мы видим птицу на голове Кабло-Марса. Но не видим людей. А они там присутствуют. Это новые люди. Это люди невидимые. Люди эпохи замалчивой. Люди, которые находились, эти гомосексуалы в данном случае, вместе с другими людьми на этих площадях, в этих парках, никто не мог определить их как таковыми. Да, они были невидимыми для них. Пушки. Здесь, это, кстати, одно из мест, где собирались именно резьбе-явки. И это разные пространства. Некоторые из них более демократичные, что ли. Другие более элитарные. В данном случае это театр и кафе рядом с большим театром. Они обросли своими легендами. В 70-е годы социолог из Петербурга, ну и даже социолог, собирал словарь советской гомосексуальной субкультуры. И этот словарь на огромное количество процентов состоял из различных слов по поводу этих мест. Например, вот кафе «Артистическое» называлось в этом сленге субкультурном кафе «Федерастическое». То есть люди, которые там собирались, могли сказать, да, пойдем или встретимся в кафе «Федерастическое». И человек, который обладал этим языком, он понимал, в какой кафе следует идти. Может быть, более традиционные места для гомосексуальной субкультуры в Байне и, конечно, общежития. Этот период заканчивается, ну, в основном, можно сказать, со смертью Сталина и теми политическими преобразованиями, которые происходят после этого. Но не только политическими, а также и, опять же, материальными преобразованиями. В последний советский период, поздний советский так называемый период, происходит новая, еще одна массовая организация. Города приобретают новый вид, в них появляются знаменитые хрущевки, позволившие очень многим советским гражданам переселиться в частные квартиры из коммунальных квартир, барахов, общежитий. И в этот же период происходит очень интересная революционная ситуация. Целая серия различных революций в сексуальной сфере. Приватная сексуальная революция это такой феномен, который произошел незаметно. Все люди, которых мы не видели, помимо гомосексуалов, это еще и очень многие другие сексуализированные субъекты, в своих частных полуприватных пространствах совершали революцию, изменяли сексуальные практики. Эта революция прошла незаметно, потому что никто не изучал советских граждан в то время, никто не интересовался их мнением, у них не было доступа к официальной прессе и вообще к публичному дискуссу, к публичности как правой. Соответственно, то, что там происходило, можно было реконструировать лишь позже, как это сделала Анна Темкина и коллеги, ну, вот, родственники, в первом смысле. Приватная сексуальная революция произошла, можно сказать, в постелях советских граждан. Затем, в 80-е уже годы, произошла публичная сексуальная революция. С эпохой гласности о многих вещах стало можно говорить. И то, чем занимались советские граждане на протяжении всего этого периода, стало достоянием общественности. По телевизору, газетах и во всех возможных средствах массовой информации стало можно говорить о сексе и, естественно, об этом стали говорить. Это публичная сексуальная революция. Датируется, если вот эта публичная сексуальная революция датируется примерно, да, в 80-х годами и гласностью, то есть второй половиной 80-х, что вполне легко установить, приватная сексуальная революция произошла непонятно когда. Но судя по всему, это все-таки 50-е, 60-е годы, и, возможно, как и в других странах. Но в других странах она гораздо быстрее перешла к своей публичной фазе, то есть конец 60-х. Интересно и то, что последняя революция это уже государственная революция и смена, собственно, советского строя на вот этот новый, по-разному называемый, она как бы завершила этот период революции. Но из-за того, что я говорил до этого, мне кажется, можно еще вывести одну интересную закономерность. Как и почему произошла вот эта последняя революция. Если это были невидимые граждане, а в их число включается не только гомосексуалы, но и люди, в принципе, не соответствующие каким-то стандартам советского гражданина, которые в официальном дискурсе задействовали правительство Совета. Если все эти невидимые граждане, осуществляющие свою политическую, в том числе, деятельность, приватно-публичных пространств, в то время долгое время проживали свою жизнь, проживали свое гражданство, выражали его в тех или иных практиках, в этих приватно-публичных пространствах типа парков, кафе, альтернативных местах, в которых тоже написано огромное количество литературы в Ленинграде там Сайгон или ГЭС-10. Если все эти люди проживали альтернативные жизни и действовали политически, то, видимо, в эту последнюю революцию они тоже осуществили политический акт. Они не вышли на защиту своего государства, которое разваливалось на их глазах. Потому что для них это государство уже давно было свергнуто или стало суверенно. Оно уже давно не существовало. И эта последняя революция наверное в своем вроде уникальна. Да, были массовые выступления, но гораздо более массовым оказалось бездействие как гражданский поступок, которое обеспечило успех последней революции. При этом в этот процесс были вовлечены на уровни институциональных практик, в том числе институты государственной гражданики, такие как например милиция. Известно по исследованию 70-х годов, а также по интервью уже 90-х, которые конспирировались историей, что например в тех самых парках вместе с двумносексуалами были и милиционеры, или также сотрудники КГБ, которые тоже неспешили применять статью замужиловства по отношению к этим людям, а вступали в какую-то странную своеобразную коммуникацию по созданию альтернативного права, по созданию альтернативных правоприменительных практик, когда они использовали новосексуалов в качестве информантов, когда они просто наблюдали, когда они не спешили применять никакие законы, а выстраивали вот эту вот альтернативную практику правоприменительных. из всего этого, мне кажется, как минимум три важных вывода следует запомнить. Государство советское в данном случае стремилось установить свое владенство во всех сферах, и тем самым нивелировало любые попытки граждан собственной экспрессии, собственной позиции по поводу самих себя. Государство контролировало или старалось контролировать все благодаря монополизации публичности, но это производило альтернативную публичности, вот это вот приватно-публичное пространство, ну и, конечно, пространство частное. Да, вот собственно в одном предложении получились все эти три года. 90-е годы и совершенно новая ситуация. Ну, в очередной раз статья замужеводства отмена в 93-й год все по-разному объясняют, ну, в основном необходимость ухождения в Совет Европы. Некоторые пункты уголовного кодекса СССР должны были быть ну, просто вымораны, да, их нужно было выбирать. Ну, самое главное все-таки появляется новый актор на этой сцене. Это так называемый свободный рынок. Снова происходят исследования, а публичное пространство больше не монополизировано. Новые телеканалы, новые средства массовой информации, газеты, отсутствие цензуры, значительные степени это пространство флорализируем. Но это приводит и к своим последствиям. То есть прежде всего коммерциализация жизни, модификация различных идентичностей, когда для того, чтобы извлекать прибыль из какой-то идентичности открываются специальные места, где можно тратить деньги, идентифицируя себя как человек, который должен брать деньги там. То есть для гомосексуала открываются гомосексуальные бары, кафе, дискотеки, другие какие-то мерзкие пространства или специальные СМИ появляются. Вот это журнальчик 10 рублей, пожалуйста, если гомосексуал покупать. Происходит соответственно в этой сфере проговаривание гомосексуального опыта, что совершенно неожиданно было для советского периода невозможно. Но одновременно с этим и проговаривание гомокуб. Этот переход в тех интервью, которые я собирал, довольно-таки часто каким-то образом рефлексируется. В данном случае один из информантов очень четко проводит границу между советским своим опытом и опытом новой России. И даже опытом своей мамы о поводу гомосексуальности о том, что она 40 лет узнала, кто такой. Мне кажется, что важно тем не менее понимать, что плурализация несколько затмевает деятельность самой государственной бюрократии по поводу гомосексуальности. несмотря на отмену уголовного преследования гомосексуалов, на самом деле мало что поменялось в логике государства по поводу гомосексуальности. В уголовном кодексе существуют до сих пор две разные статьи, которые наказывают изнасилований. Одна статья об изнасиловании, вторая статья об изнасиловании гомосексуальности. Это говорит о том, что представить гомосексуальность как сексуальность вообще для создателей права оказалось невозможно. Соответственно, их логика продолжает существовать в рамках гетеронормативной модели. В 1999 году вводится международная классификация болезней, в которой гомосексуальность болезнью не является. но перед этим дано определение сексуальной нормы. Это определение говорит, что сексуальная норма это гетеросексуальность. То есть некоторые противоречия конечно происходят, но тем не менее это кажется нормальным в нашем законодательстве. Ну вот в 2006 году начинается уже история пропаганды так называемого гомосексуального мосексуального мосексуального это первый закон о пропаганде в Рязанской области был введен в 2006 году. История заключилась более-менее в 2013 году уже предприятие судебные решения я скажу чуть подробнее ну естественно знаменитая наша пропаганда традиционных семейных ценностей принимают обширные обороты и с каждым годом нарастают. Вот один из примеров такой пропаганды в данном случае плакат что здесь есть детская площадка. Детство материнство рождение от трех и более детей становится прерогативой государственной политики в области сексуальности. Из наиболее популярных экспрессий этой гетеронормативности это конечно законы о запрете пропаганды гомосексуализма. Здесь закон Губка а здесь уже федеральный закон который как может быть вы слышали немножко модифицировал гоносексуальность в нетрадиционные сексуальные отношения. Как бы кажется что может включаться что-либо еще помимо гоносексуальности транссексуальности или какого-то еще более обширного списка. На самом деле судя по всему Марьяна Муравьева такая исследовательница историк считает что все-таки это понятие относится именно гоносексуальности и в судебных решениях оно используется уже давно на протяжении последних 19-15 лет. Тот порядок который был создан в уже постсоветской Новой России породил вот эти вот аморфные ощущения угнетения когда у человека идентифицирующего себя как пень или змеянка нет какого-то особого опыта репрессии по отношению к ней к нему но есть некоторое чувство что что-то не так что-то некомфортно ощущение что нужно просто контролировать это нужный базар лишнего не говорить определения которые даны верховным судом они я думаю эти ощущения должны развеять и вполне конкретно дать понять что сегодня на государственном уровне запрещается так как это мои другие определения и одно из них вам наверное прочитаю вот верховный суд российской федерации постановил что федеральным законодательством к числу семейных ценностей в соответствии с национальными традициями с учетом международных норм гомосексуальные отношения бисексуализм трансгендовность неотнесем это определение по поводу оспаривания законов о пропаганде и гомосексуализме эти определения выданы две штуки и сейчас будет продолжаться этот процесс то есть все становится предельно понятно и отчетливо с другой стороны остается и это важно помнить что остается тенденция к непредставимости гомосексуальности непонятно на самом деле чиновникам что это такое они не могут сформулировать какое-либо очевидное суждение по этому поводу и цитата Путина тому яркое свидетельство на самом деле сама цитата которая здесь приведена наверное многие из вас слышали такие суждения их можно оспаривать не оспаривать ну какое-то какое-то мнение по этому поводу да на поводу кранки рождают детей не рождают эти дебаты интересно то что это ответ на вопрос разрешено ли гомосексуалам в России служить в армии у человека спрашивают разрешено или нет гомосексуалам в России служить в армии я уже отвечал на вопросы подобного рода у нас острый вопрос демографии мы предпринимаем серьезные усилия чтобы переломить эту ситуацию у нас самые лучшие показатели в этом первые тренды врушения рождаемости однополые браки потомство не порождают в решениях в ответах европейскому суду по правам человека чиновники Российской Федерации попытались применить еще один аргумент это десятый год это еще до того как дискуссия вокруг пропаганды вышла на такой массовый уровень там они пытались объяснить что гомосексуальность принадлежит частному пространству и там она должна оставаться она не может быть обсуждаема публично ни в форме каких-то правозащитных акций ни в форме просто какой-то дискуссии неважно гомосексуальность должна оставаться в приважном пространстве что из этого происходит ну вот этот постоянный самоконтроль о котором говорят гомосексуалы сегодня в России когда человек должен постоянно понимать в какой компании где он находится дает ли он какую-то официальную репрезентацию себя на каком-то высоком уровне публичности или это рабочее место какие отношения с работниками как вести себя это семья это просто какой-то частный разговор то есть некоторая постоянная двойная тройная четверная жизнь где каждому пространству у этого человека отведена своя роль и эта идея повторяется из интервью интервью нашей однако я практически не упомянул о тех эффектах помимо коммерциализации которые привнес в эту ситуацию рынок по сравнению с советской эпохой кажется что на государственном уровне все продолжается более-менее в том же тренде но мы понимаем что современная ситуация отличается от ситуации советского прошлого и отличается она видимо в том что все-таки рынок предлагает еще какие-то альтернативы предлагает за деньги покупать часть своего гражданства и я это покажу дальше на цитате на эмпирическом примере я просто хотел бы обратить внимание на то что этот рынок имеет как минимум два серьезных ограничения во-первых он доступен тем у кого есть финансовый капитал для покупки гражданства что доступно не каждому а во-вторых рынок не заинтересован в активизации субъекта в активизации гражданина он заинтересован в эксплуатации его идентичности для получения прибыли в эксплуатации каких-либо сентенций которые могут генерировать эту прибыль и соответственно в этом смысле рынок зависим от официальных государственных дискурсов и естественных гетеронормативных поэтому и его гетеронормативность в частности подтверждается исследованиями о том что даже в публикациях например СМИ коммерческих публикациях для гоносексуалов представление о нормальном сексуальном удовольствии все равно продолжает связываться с гетеросексуальностью но это в интервью тем не менее проскальзывают моменты о том как организовано вот это рыночное гражданство частное гражданство люди сумевшие сгенерировать какой-либо капитал считают что этот капитал защищает их в том числе и в вопросах свободы сексуальности обладая финансовой подушкой говорит информант можешь чувствовать себя защищенным это ощущение того что не нужно подстраиваться под какие-либо стереотипы начальства для того чтобы получить работу не нужно юлить и скрываться потому что в любой момент ты можешь использовать свой сгенерированный капитал для того чтобы не работать и тем не менее оставаться свободу как понятно конечно доступен для информации а кроме того вот те самые невидимые граждане те самые граждане активисты но не публичного а приватно-публичного пространства они продолжают свое существование в современной России не только благодаря использованию возможностей рынка за счет капитала но и благодаря продолжающейся практике использования приватно-публичных пространств в политических целях это пожалуй одна из наиболее распространенных идей интервью о том какие политические практики доступны гонесосуалам опрашиваем мы всего и парады требования прав на улицах какие-либо публичные формы обычно осуждаются зато изменение отношения сестры к этому вопросу наоборот считается очень действенной формой активизма и здесь представляется по крайней мере информантом что это действительно гораздо более эффективная штука чем любой политический ад на улице если брать это в масштабе тысяч людей миллионов столько же пропорционально увеличится адекватных людей если каждому на ушко рассказывать о своем праве таким образом вот это исторические перспективы показывают что государственная бюрократия не меняет особо своих практик монополизация публичной политики и публичного пространства свойственна российской власти сегодня в той же степени как почти в той же степени что и советской власти при этом основание этой власти гетеронормативность понимание гетеросексуальности как единственной возможной сексуальной и заинтересованность постоянной генерации лояльных граждан граждан которые будут подотчетны проводимой государственной политики это также производит еще один эффект государство в новых условиях пытается контролировать в том числе и рынок и вот это пространство переговоров которое было занято рынком в 90-е годы оно потихоньку сужается благодаря в том числе цензуре и новым введениям потому что рынок не сопротивляется этим новым введениям если запрещена пропаганда ничего страшного будем эксплуатировать социальные генетичности иначе в частном пространстве но граждане тем не менее при возможности используют механизм рынка для покупки некоторых прав и комфорта командифицируя собственные идентичности а стратегии сопротивления благодаря вот этой монтализации снова выталкиваются в приватно-публичную сферу где в частности сетевых коммуникаций передаются знания и люди убеждаются в том что права важны и нужны для всех и эта политика она была свойственна как гоносесуалу в советское время так и до сих пор эта стратегия продолжает использоваться сегодня в этом еще одна параллель исторического анализа я постарался даже описать это в качестве рекламы если кого-то заинтересовало может быть более какой-то четкий структурированный аргумент в этом отношении можно прочитать в соответствующей статье по этому полу и тем не менее остается нужный вопрос насколько все-таки адекватны эти исторические параллели и как может быть по-другому следует понять происходящие процессы есть мнение о том что современная ситуация и современная политическая программа по поводу сексуальности тесно связана с идеями национализма или того что российская современная российская бюрократия пытается занять лидирующие позиции мирового консерватизма позиционировать себя как консерваторы за традиционные семейные ценности для всего мира все консерваторы и на подпредводительством Путина может быть возможно и вот эти альтернативные объяснения а может быть это часть того что пытался раскрытие надеюсь несмотря на мороз который немножко язык заплетал я был мой менее конец спасибо спасибо уважаемые коллеги можно задавать вопросы и я впечатлил что опоздал ряда транспортных коллапсов еще включился чтобы обменить земля обморка ну и я наверное с вашим познанием задам первый вопрос так как наш центр занимается исследованием патологи клиентских отношений очень интересен следующий сюжет особенно ну это просто как иллюстрация конечно такая полу юмористическая по поводу Кураева которого исключили значит из этой самой с работы да передавал и он заявил о наличии голубого лобби в церкви я не буду спрашивать про церковь возможно слишком скандально не просто она у нас упал украин трофен который уже об этом много написал и сейчас пишет я спрошу следующее в каких еще масштабах насколько это исследовано насколько это исследуемо скажем так патронирование собственно и собственно сексуальной ориентации в Советском Союзе и сейчас то есть в первую очередь конечно интересуют какие-то политические скажем так субъекты вряд ли это было возможно в Советском Союзе или в ЦК но может быть какие-то области промышленности может быть области торговли сейчас насколько это все изменилось насколько где границы мифа и реальность то есть сложно конечно ответить на такой вопрос потому что я думаю что с одной стороны вполне исследуемо с другой стороны это зависит во многом от доступности той сферы в которой нам было бы интересно что-то узнать мне кажется представляется что какие-то структуры РПЦ или политической элиты достаточно труднодоступны а может быть более приземленные структуры наверное более открытые но у меня в интервью попадалось несколько сюжетов касающихся именно церкви в этом отношении когда церкви и ну не знаю элит это или нет там каких-то фигур из партии ЛДПР когда ну люди воспроизводили собственный опыт о том что знали каких-то священников Калининградской области или там каких-то лидеров партии ЛДПР если можно в множественном числе это вообще бывает что вот они интересовали данной темой открыто более-менее иногда более закрыто и своим фаворитам или каким-то случайным знакомым обещали продвижение по службе и должность в соответствующих структурах я думаю что это возможно так же как возможны любые другие подобные обмены когда по большому счету власть как многих позиций ничем не ограничено не регламентировано использование услуг в обмен на продвижение использование человека его там эксплуатация за обещание с легкостью происходит и исключение этого не может быть ни ЦК ПСС ни ПЦ и так далее любой из этих структурных и при этом те услуги которые могут предоставляться клиентами и пошляться этими патронами не ограничиваются гомосексуальностью тоже наверняка может быть о каком-то логби я бы не стал говорить об умосексуальном логби ну и это услуга может служить для определенных подвижений ну и какие-то другие да просто сексуальные или наверное еще что-то можно эксплуатировать с каждым человеком у меня есть вопрос Вы говорили рыночных язык выравнивания и приводили к примеру в интервью о том что финансовая подушка она позволяет купить часть продуктов если я правильно понимаю для меня это возникает недопонимание то есть почему именно этот пример приведем в качестве примера выкупки части гражданства потому что мне кажется что в этом случае финансовая подушка она просто как бы не уникальна именно для многосексуальности просто покупаешь свободу продеваться и может есть и другие критерии по которым умерли развод безусловно вообще нет ничего уникального для многих других это просто механизм который можно подставить разные ситуации рыночный механизм покупки гражданства в данном случае потому что гражданство неприятной точкой является но такой же пример можно привести по поводу медицинского например обеспечения в Санкт-Петербурге где люди обладающие финансовым капиталом выезжают в Финляндию для того чтобы там рожать лечиться открывать зубы не знаю еще что то делать потому что местные медицины их не устраивают и они покупают вот эту часть гражданства в медицинских правах за рубежом это оказывается дешевле представляется лучше в общем ситуация может быть с любыми другими правами в данном случае я говорю о сексуальных правах неудовлетворенности того что тебя там унижают работу не дают дискриминируют тоже покупаются за деньги при помощи того же механизма если этим наценным обладаешь но ситуация действительно уникальная и туда попадают многие другие сферы человеческой деятельности не не социолог и слушая этот доклад мне было интересно и так интуитивно казалось что можно ли под ту же самую модель и говоря о сексуализированном гражданстве поставить людей чья сексуальная ориентация была бы гетеросексуальной практики выходили бы за рамки семейного секса или даже сексуальность не играла бы большой роли а какие практики социального поведения отличаются в этом тоже да тут вот история с гетеросексуальным гражданством она тем и характеризуется тем чревато что под продвигаемые идеи о идеальном гражданине не подпадают и многие гетеросексуалы если брать формальный уровень современной России очень долгое время настаивают уже на том что идеальный гражданин обладает семьей из минимум трех детей естественно этот случай далеко не самый распространенный в нашей стране соответственно некоторые гражданские правы лишаются другое дело что уровень настойчивости именно на этом идеальном субъекте он может быть для гетеросексуальной семьи с одним ребенком чуть меньше чем для одинокого человека вне вне зависимости его сексуальности или для его сексуала основываясь на том же идеальном субъекте отца или матери детей эта апрессия может быть несколько раз может быть уровень отклонения от этого идеального объекта имеет смысл учитывать но в любом случае доминирующий нейтрасоциальный дискурс он не ставит привилегию очень многих и многих людей в зависимости от их сексуальности и сексуальной ориентации и чего гетеросексуалы в том числе и исключаются из числа некоторых гетеросексуалы исключаются из числа полнократных граждан ну то есть допустим выбор ну это просто ограничение исследования обратил объекты ограничение объекта могут быть расширены в тех же рамках да да я когда читал и собирал литературу особенно в советском периоде мне приходилось сделать это ограничение с одной стороны с другой стороны расширение на более такие общие рамки и в том числе отключать некоторые вопросы гетеросексуальности потому что богом сексуальности у СССР там одна где-то три книжки максимум и парочка статьи ничего особо нет при этом положение женщин семейная политика СССР вопросы вот такой гетеросексуальной сексуальности ну об этом гораздо больше литература и в этом смысле некоторые тенденции безусловно совпадали в обеих областях сексуальности и скажем законы запрещающие аборты усложняющие процедуру развода и криминализирующие гоносексуальности вводились в один период в середине 30-х и опять же есть параллели вообще мне кажется что в России и в Советском Союзе может быть и по многим другим странам гоносексуальность не противопоставляется гетеросексуальности а противопоставляется семейности или вот гетеросексуальной семье как таковой может быть вот этим вот самым семейным ценностям традиционным семейным ценностям может быть вот в этом кроется загадка что мы подумаем есть оппозиция гомогетеро а на самом деле есть какое-то идеальное представление в этих традиционных семейных ценностях о семье о гетеросексуальности о сексуальности и все остальное выключено из этого а это очень здравствуйте Александр студент политолог очень понравилась ваша лекция я как раз являюсь отца троих детей судя по всему какой-то идеальный гражданин но есть какая-нибудь термоточка да есть вот в связи с тем что на направлении политологии интересуюсь больше органами власти вот пока смотрел вашу презентацию вспомнил что несколько лет назад проскакивало исследование как раз в США какой-то журналист получил доступ в сенат в парламент США и прошелся по туалетам в туалетах он взял пробы вот и почти везде обнаружил следы кокаина вот у меня такой вопрос следуя вашей концепции можно ли считать что правительство Соединенных Штатов парламентарии они покупают часть своего гражданства и скрыто реализуют его в туалетах я думаю безусловно это вообще наверное в наиболее привилегированном положении ну да наверное не так тут вот всегда нужно помнить что есть еще рынок есть государство это два очень важных института но принадлежность к элите этих институтов безусловно превозносит вас до таких высот когда вы привилегированы наплевать на очень многие многие законы но это мне кажется не делает вас больше гражданина может медицинские какие-то есть потребности у человека большие интеллектуальные нагрузки может быть я не готов судить о потребности оксинаторов в США но мне кажется это бы сильно расширило сферу исследований в этой области что использование ну там ущеление прав и свобод ограничение доступа к необходимым препаратам там каким-то образом не могут они реализовать свое гражданство не могут они да и в целом граждане США потому что были исследования самих наличных долларов на многих банкнотах тоже обнаружены следы кокаина я думаю что это тема отдельного исследования это то что можно пригласить специалистов в этой сфере хотя это будет не просто еще на самом деле один из них особенно из любопытства как говорил про проект уродника с людьми литвинками один из знаков несколько было общежития если про другие как я читала общежития это было одно для меня это было это один вопрос второй вопрос связан с риторикой потому что очень интересно когда мы видим что есть такие качели сейчас мы волновым возвращаемся почему-то повторяем и ты говорила о таком небольшом но очень насыщенном комплексе источников статьи 30-х годов в советской прессе и если сравнить современную теорику и их несколькие статьи 30-х годов что там было искусство или различие потому что кажется что какая-то современная ситуация должна должна изменить риторику и какие-то аргументы но например сейчас мы видим что очень часто современная риторика по всем другим вопросам проблемам она очень сильно напоминает советскую риторику как это в этом плане потому что сейчас все равно современная пресса понимает что она существует в другом мире и есть по международному ориентируется на это или нет и третий вопрос который связан с реализацией конечно интересный реализация здравомыслов и ты согласен с ней с реализацией или нет потому что очевидно что она говорит про какие-то режимы гражданства но поэтому очевидно что режим гражданства здесь много опирается на наличие на юридическую норму и в этом плане очень странно что она говорит о том что режим революции начинается в Сибири это конечно изменение нормы а изменение повседневных практик но это странно потому что на мой взгляд не было глобального изменения повседневных практик в 30-е годы и в 50-е мне кажется что там можно продолжать продвижающуюся традицию именно что касается повседневных практик и что касается повседневных практик гонисексуалистов потому что если мы посмотрим хороший подпись Золотоносова он говорит о папе Горькова и в 50-е годы и как там определенные места вместе с гонисексуалом и как все происходит то есть здесь что важнее как меняются повседневные практики или как как ни больше меняют литическое рома потому что если это литическое рома то у меня отношения так спасибо ну мне кажется другое студенческое общежитие оно характеризуется тем что там много реализуется таких практик связанных с сексуальностью очень разнообразно среди прочего и связанных с гонисексуальностью и таким образом оно видимо и попало в проект Евгения Фикса Доженка он основывал свои фотографии на работе Дэна Килле и по-моему в основном то что Дэн Килле смогут откопать в различных источниках видимо в этих источниках присутствует житие МГУ но мне кажется что это удивительно так и что касается риторики газет в Советском Союзе и современной России есть разница очень серьезная это то что значительно больше позиций сегодня представленных газетов просто газет и средств массовой информации больше позиций больше есть официально оппозиционная пресса есть официальная пресса есть какие-то другие неполитизированные источники есть журналы газеты для определенных людей это для женщин это для мужчин это для геев это для не для геев то есть слишком много там очень много разных они характеризуются в общем и целом все вот эти вот эти гитро нормативности в той или иной степени но где можно проследить параллель это официальная пресс российская газета и газета правда будут совпадать если горький писал о том что все мусославы фашисты из Германии то сегодня все мусославы это из США завезенные какие-то тоже фашисты фашисты в том может быть смысле что они против русскости выступают то есть в этом параллели безусловно есть есть очень интересно что когда началась вот эта массовая кампания на федеральном уровне по запрету пропаганды гниосексуализма на нее отреагировали большое количество средств массовой информации от которых может быть не стоило ничего ожидать каких-то новых медиа старых медиа журналов для городского жителя креативного жителя они все рассказывали частные истории людей граждан россии гомосоциальной реализации вдруг они решили опубликовать этот текст в пиху и противовес официальной позиции ребенка то есть разница в этом например существенно периодизация ну вообще периодизация достаточно распространенная несколько здравомыслов ее используют она основана прежде всего на официальных документах официальной риторике политике чего я не сказал это то что здравомыслов помыслово говорила о сексуализированном гражданском отношении как раз в основном диетеросексуальности позиции положений женщины семьи и так далее и здесь даже на уровне законов есть определенная разница между тридцатками и пятидесятками например он тоже использует похожую периодизацию в отношении группы сексуальности но он устанавливает только два периода двадцатые годы по середине тридцатых по середине тридцатых до окончания девяносто третьего года потому что закон существовал этот период но мне кажется что гораздо интереснее учитывать то что практики скорее всего тоже поменялись и значит период пятидесятых восьмидесятых чем-то отличается от периода тридцатых сороковых в отношении гоносексуальности в том числе мне кажется что идея с приватной революцией она немножко ну освещает эту проблему и достаточно интересно поворачивает ситуацию с этими приватными практиками были ли они новыми стали ли они новыми в пятидесятых по крайней мере на уровне нарративов по социальному стали да это исследование прослеживается те биографии которые собирали ротки стенки и здравомыслов в девяностые уже люди родившиеся в разные периоды советской истории они отличаются по своему социальному опыту и в том числе по тому что они рассказывают что у старшего поколения социальная жизнь менее вариативна и нет вообще упоминания о социальному поколению есть упоминания и социальная жизнь более разнообразна значит что-то может быть только вы рассмысление и нарративе применялось может быть и на деле я склонно считаю что может быть все-таки на деле вопрос по собственно объектам исследования на протяжении времени просто представляется что на протяжении различного времени исследования не может быть отдельно тот же в том плане что мне кажется может существовать разница между людьми которые действительно действуют в рамках гражданского дискурса и собственно допустим собственная социальная ориентация выступает моментом проектирования политической активности политической и советское время это является незаконным или легальным в любом случае является политической фестом позиции в то время когда или по крайней мере именно эти люди попадают в источники исторические в то время когда это находится в американском поле можно представить две стратегии то есть действия в гражданском поле достаивания прав или я живу в жену мне ничего не интересно разделяется разделяется ли это население если вообще такое деление существует да это очень серьезный и большой вопрос мои информанты это кто по большому счету это не геи лесбиянки может быть не гоносексуалы может быть в некоторых интервью вроде как люди говорят да и нет хоть у нас и нет микросексуального ответа но не комфортно с этими идентичностями какими-то названиями словами кому-то комфортно кто-то ищет мужчин для того чтобы ходить на рыбалку где и поэтому не попали на преследование но более того еще сложнее история развития гоносексуального субъекта и переопределение всяческих его наименований вот в интервью 70-х годов единственное исследование которое собирались интервью советских гоносексуалов там уже появляются геи лесбиянки как-то само наименований то есть эти слова используются но сложно себе представить в 30-е годы или 20-е соответственно там не было геев но были бонусы слова и мужчины находящиеся в социальных отношениях с мужчиной и женщиной находящиеся в социальных отношениях женщин в этом смысле даже как аналитическая категория гей и зеленка не очень нам помогают они не очень соответствуют действительности то же самое можно сказать про натурала натуралку гетеросексуала ну мало ли что вроде как даже есть пословица но то есть я оперирую такими категориями только для того чтобы высказаться но они мне не комфортны это действительно очень сложная и плохо разрешенная проблема и это действительно и если говорить о современном положении дела и ситуации не только в россии но вообще в разных странах но если даже и только в россии то у нас есть на данный момент и лезвия люди которые так распознаются другими которым комфортно брать под существование так есть как бы гомосексуалы вы можете так себя идентифицировать но по крайней мере распознаетесь таким образом особенно профессионалами психосексуалов медиками разнообразных и прочее а еще гомосексуалисты уже есть как категория есть например мужчины имеющие социальные отношения с мужчинами которые не не считают себя гейми некомфортными и гомосексуалами тоже себя не называют есть гетеросексуалы люди которые считают себя гетеросексуалами называют так себя тем не менее не имеют отношения с мужчинами и мужчинами с мужчинами то есть есть какой-то огромный букет разнообразных опытов жизненного опыта людей вне вот этих всех категориальных рамок и объединять их стоит только с той целью чтобы хоть что-то прояснить но если есть возможность избавиться от этих правил наверное и такие попытки совершаются в том числе и множество агитация стоит к этому стремиться интересно как государство по-разному вот у нас были мужевожцы в определенный период садомиты были тоже унисексуалисты пока вроде все а нет в данный момент возникли в официальном дискурсном государственном уровне ЛГБТ и есть даже новые термины в этих законах очень в принципе творческие многие регионы подошли к этому вопросу даже много в законе там могут какие-то прижимы всегда есть вопросы да по поводу выборки может быть я неверно заметил большая часть представителей здесь из интервью подписанные людьми с профессиями имеющими отношения к чему-то естественно биологи химики врачи из этого приходит по поводу инженер то есть ничего практически монетарного там нет психолог насколько я помню то есть вы из этого можно сделать поскольку если брать в руку например даже открытых геев христианок больше процентного соотношения не безназь медицинской академии так это с профессиональной правильностью может быть связано вообще ну во-первых выборки не позволяют судить о профессиональном географическом другом составе консенсуала в России это все-таки очень больше сорока интервью сорока человек групповые интервью соответственно ну это слишком мало да людей чтобы сказать что эти люди все имеют высшее образование в основном естественную научную сферу нет это не так а и насколько мне известно никаких исследований по поводу этого в России не существует скорее всего то есть определенные структурные условия которые могут направлять некоторых людей с гоносоциальным самосознанием в определенные сферы профессиональной деятельности может быть но частные случаи вряд ли не например общение конвенции не думаю что все эти люди окружаются естественно в научной сфере если вообще говорить о выборке то нет действительно и математики биологии химики но есть например свадщики или художники есть других таких сверх тоже без высшего образования с высшим образованием я вообще старался как-то привлечь широкое разнообразие людей хотя конечно когда кто соглашается тот это уже скажет таксист не знаю как фирмин таксист не твое то два вопроса использование обычно прибатного пространства скорее пропорционально тому что происходит официальное обновление скорее пропорционально и соответственно в такой момент использование в принципе это пропорционально возможно использование после создания или обратно пропорционально в принципе присоединение данного заслуга сообщающихся и второй вопрос вопрос связан с тем связан ли подавление социальных попростей с ответным более оппозиционным отношением с диссидентством полностью то есть можно ли говорить о том что какая-то часть советского так сказать нас общества и многого диссидента конечно спасибо мне кажется на каком-то историческом этапе официальное давление и монополизация публичности вот такой официальной действительно соотносилось с вытеснением каких-то политических практик любых практик которые могли бы осуществляться в этом официальном пространстве в приватном публичном сфере сейчас ситуация сложнее с одной стороны есть какой-то исторический опыт использования этого пространства и соответственно в какой-то момент может быть просто многие люди воздействуют по привычкам окружения опыт не обязательно ожидают особого со стороны государства и вытеснения уже просто галитус такой что это пространство занимается но существует та же самая тенденция что монополизация публичности приходит к более активному использованию в приватном публичном пространстве соответственно сейчас наверное есть несколько условий когда-то наверняка было одно при том что частное приватное вообще фактически отсутствует как в городах так и на селе деревнях в определенные периоды времени люди чаще жили коактивно чем приватным отец сегодня пожалуй в большинстве случаев не так и опять же связь нарушена например если бы приватное пространство существовало тогда когда государство пыталось монополизировать публичность образовалось бы это приватное публичное пространство может быть и нет какой-то другой степени но в тех условиях видимо оно образовалось бы для отсутствия того и другого и другого оборудования по сторонам начали связи с политической ситуацией наверное И, наверное, тут уже сложнее сказать. Сложно. Диссидентские круги, опять же, мне кажется, были очень разными. И то, что мне удалось почитать по этому поводу, у меня сложилось такое впечатление, что очень многие из них были настроены достаточно консервативно в отношении сесуальности и многих ценностей, а другие, наоборот, менее консервативно. Но такая связь различных сфер и сетей, различных кругов общения не могла существовать и существовала в действительности. Действительно, группы по политическим интересам могли сочетать в себе какие-то еще интересы, в том числе и сексуальность. Но, опять же, не стоит все-таки понимать диссидентство и движение, которое было в советское время, очень однородное. Там было, насколько я понимаю, достаточно много очень враждебных к любой ненормативности разграм с пробок общения консервативно. Прошу. Прошу. Субтитры подогнал «Коммун» Да, по поводу, возвращаясь к сама и к идентификации. В государственной риторике, по-моему, не очень часто используется термин G, хотя он в ходу и даже не совсем, как я скажу, для общества. В общем, он в ходу, скажем так. И это, видите, в свою очередь порождается за некоторое неговольство тех, кто себя идентифицирует как G или меня, потому что они недовольны, что вот мы боролись за эту идентичность, а нас впечатляет к какому-то общему, невзрачному, непонятному кверу. Потому что, если брать с точки зрения государства, если он начнет использовать этот термин, то кверам будет любой не гетеросексал, не русский, не колоссал, не единоросс. То есть мы тут все кверами, они как-то с точки зрения. Ну, получается, трения то возникают каким-то образом достаточно серьезными внутри того, что может быть, это не просто общество? Ну, совершенно верно. Я думаю, отметлю, что мир пока не добрался до Государственной Думы. То есть там этот термин до сих пор не получает никакой рефлексии, никак не осмысливается и, может быть, никогда не будет. Ну, не знаю, посмотрим. Но вот оценки ЛГБТ, сообщества, мне кажется, не до конца верны. А мир в нашем местном контексте имеет свою странную сторону. Во-первых, это термин, который скорее пришел к нам, опять же, из коммерческой сферы. Так назывался журнал для мужчин-гонисесуалов. Не помню, когда он начал выходить, ну, где-то в 2000 годах. Потом так стали называться некоторые региональные организации правозащитные для ЛГБТ. Потому что ЛГБТ уже местные власти знают, что такое, а клир нет. И так, что было непонятно, что за организация появилась. Какая-то клир может быть хорошая. Это клуб военной исторической конструкции. И под этим, как бы, зонтиком многие прятаны, прячутся до сих пор. С другой стороны, проникает вот это вот понимание того, что квир очень критично настроен к ЛГБТ идентичности и к правам, которые защищаются на основании этих идентичностей. И это вызывает определенное напряжение, но, мне кажется, пока не очень серьезно. Ну, и с последней стороны, есть довольно-таки любопытные инициативы гражданские, которые под лозунгом «Квир» реализуют вполне идеологически квирную политическую программу, как в столице, так и в некоторых регионах. Вместо банальной защиты прав ДВТ-сообщества, они выступают за отмену прописки, легализацию различных худящихся из других стран мира, которые работают в Москве. Вроде бы формы эксплуатации, основанных на расизме, прежде всего, в сексуальности, в том числе, пытаясь, скорее вызвать на дуэль власть как таковую, власть в таком, не государственную власть, чем воспроизводить идентичности, которые сами по себе являются в форме власти. Ну что, если вопросы кончились, мы их благодарим. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ